Рады, что мероприятие становится только лучше, больше и веселее. Нравится мне очень новогодняя Москва, очень красиво все сделано, очень вдохновляющее, эмоции переполняю. В этот раз, буквально пару дней назад, в Москву предоставил нас необычный самолет, так скажем. Кто-то из вас уже мог видеть, писала про него пресса. Это наш новый танколет совместно с Беларией. Немножко преамбулы, расскажу, как мы пришли к этому проекту, и что из себя представлял первый танколет, который тоже остается в строю. Вот наш красавец в черной ливрее. Замечательный самолет, который два года уже перевозит пассажиров. За это время он совершил практически 2,5 тысячи рейсов, перевез более четверти миллиона пассажиров в более чем 56 стран. Все у него хорошо летает, собирает, восторженные отзывы в соцсетях. И мы не могли не продолжить этот проект. Его логичной эволюцией стал наш новый танколет, который в течение последнего года вместе с компанией Белария мы создавали. И немножко расскажу про то, как наносилась эта ливрея, на которой присутствует танк, на которой присутствует символ, один из символов нашей страны, Зубар. Напомню, что танки появились в Беларуси и в Минске. И более 20 человек трудились, 1800 человеко-часов над этой ливреейной подкраской самолета. И ушло у них порядка 300 литров краски и 150 погодных метров ковролина. Кто помнит, первый танколет, кому довелось на нем полетать, видели, что снаружи ливрея была танковая, но внутри убранства мы не трогали, и там был обычный самолет. Мы решили исправить этот момент и полностью переработали салон самолета, забрендировали все сидения, шторки, полы, а также нанесли порядка 107 макетов танков с детальной информацией, историческими характеристиками на каждый столик, за каждым сидением. То есть пассажиры смогут узнать о различных моделях танков, прочитать, провести, интересно, использовать это время. Конечно же мы не могли оставить наших игроков в стороне, и для них мы подготовили специальную танковую ливрею в игре. Камуфляж нашего танколета смогут получить те игроки, которые участвуют в наших конкурсах в социальных сетях на данный момент, уже сейчас. А также в следующем году, в начале года, этот камуфляж поступит в официальную продажу в наш премиум магазин, где его сможет приобрести каждый желающий. Мы очень много и упорно работаем над тем, чтобы сделать наше сообщество счастливее. И мне кажется, у нас неплохо получается, потому что совсем недавно при помощи и поддержке наших игроков мы получили четвертый Golden Joystick. Для тех, кто не знает своеобразный Оскар в игровой индустрии, и стали единственной компанией, которая смогла получить его в четырех разных годах, а также два года подряд в одной и той же номинации. За что нижайший поклон нашему сообществу. Огромное спасибо, что они с нами. И хотелось бы немного подвести итоги 2018 года. Он был действительно насыщенным. И одним из очень знаковых для нас, для нашей компании, для нашей танковой команды событий стал выход масштабнейшего обновления 1.0. Обновление стало самым большим вообще за всю историю проекта. Мы переделали полностью игровой графический движок нашего клиента. Мы переделали с нуля все карты, которые у нас были на тот момент в игре. В HD качество добавили новые карты. Для каждой из карт было написано специальное звуковое сопровождение, аутентичное тому региону, которым вдохновлялись создатели этой карты. Обновление действительно помогло принести игру World of Tanks в 2018 год в техническом плане. И мы очень гордимся тем, что благодаря замечательной оптимизации, которую сделала наша команда разработки, нам не пришлось никого оставлять за бортом. То есть игроки, которые могли играть в танки на своих довольно старых компьютерах, смогли продолжать играть в танки на компьютерах 10 и даже 15 лет давности. А те, кто играет на новом железе, смогли насладиться подросшим FPS, смогли насладиться более качественным использованием своего железа, как графического редактора, так и процессора в том числе. Ни единым графоном живы танки. Мы понимаем, что кроме графики надо вносить очень много изменений, как функциональных, так и контентных. Сейчас немножко о контентных изменениях. Мы внесли в 2018 году, добавили сразу две новые нации в нашу игру. Это были итальянцы с новой механикой, механизмом дозаряжания и долгожданная нашим польским комьюнити, польская нация танков. Мы получали от них отзывы о том, что они хотят, чтобы эта нация появилась, наверное, с самого релиза игры. И мы горды тем, что наша историческая команда, исторические консультанты смогли выстроить эту линию. И она появилась действительно не клоном какой-либо там советской, либо совмещенной немецкой ветки с другими школами европейского танкостроения, а именно основанной на проектах, созданных польскими инженерами. Конечно же, мы не забыли и о ветках других наций, мы расширили ветку СССР другими высокоуровнями, машинами, которые хорошо воспринимаются нашим сообществом. Но и не одним контентом «Живые танки» мы также выпускали очень много функционала, игровых режимов. Все вы помните наш танковый футбол, который был приурочен к фееричному чемпионату мира по футболу, который прошел этим летом в России. И не могли оставить без внимания тот момент, что амбассадором, послом вот этого представителя танкового футбола в World of Tanks был легендарный галкипер Джанл Луиджи Фулфон. Многие игроки смогли получить его как командира танка к себе на аккаунт, играя в наш танковый футбол. В целом, мы много сделали для игроков, но это еще не все. На декабрь у нас было заготовлено огромное количество различных активностей, не только связанных именно с декабрем и Новым годом. 10 лет назад, в декабре 2008 года, на кухне в Москве у Петра Петюкова собрались Слава Макаров, Виктор Кислый, сам Петя, Марат Карпека. И именно на этой кухне впервые прозвучало предложение, давайте сделаем ММО не про орков и эльфов, а сделаем его про боевые машины из стали Второй мировой войны, про танки. Тогда оно, конечно, могло быть воспринято с удивлением, ведь таких игр действительно было очень мало, их можно было пересчитать по пальцам, и они были не про танки, а про другие боевые машины. Но, тем не менее, от этой идеи 10 лет назад пошло шествие наших танков по всему миру. Мы хотели с игроками вместе отпраздновать этот ивент, это событие, этот юбилей, и подготовили награды в виде специальной программы лояльности для наших ветеранов, для постоянных игроков. Игроки, которые с нами уже более года, получат призы и подарки, те, кто больше года, боны и кредиты, а те, кто уже больше 4-5 лет, получат танк легендарный Т-52, который мы вернули в игру, многие игроки его помнят, и наши ветераны его получат. А для тех, кто с нами с альфа и бета-теста, мы также приготовили специальное выделение их ника в игре, в ушах команды, в бою все будут знать, что этот игрок находится с нами уже очень долгое время. И плюс к этому целая куча еще подарков, надо просто зайти в игру и забрать их. Вся программа будет действовать в течение всего года, и получат следующее улучшение, следующий уровень этой программы лояльности в следующем году, в декабре. Ну и, конечно, к новогодним праздникам стартовало уже пару дней назад наше новогоднее наступление. Это уже ставший традицией праздник, который мы отмечаем вместе с нашими игроками. Запускается в декабре и несет в себе огромное количество акций, миссий, подарков, которые игроки смогут получить. Выполняя боевые задачи, можно получить танк НХА бесплатно на свой аккаунт, а также целую кучу призов и подарков украсить свой анга новогодними украшениями. И это даст возможность получить кучу призов, большие скидки, различные поощрения, а также уникальный женский экипаж с индивидуальными портретами, никами, которые можно посадить на любой танк любой нации, в любую специальность. Кроме этого, стартанул наш премиум новогоднее наступление в премиум магазине. Можно приобрести большие коробки и достать из них лучше всего золото премиум аккаунт, премиум танки пятых, седьмых, восьмых уровней легендарного защитника Скорпиона Е25, а также новый переработанный, улучшенный, уже ставший заочно легендой танк ИС-3 с барабаном заряжания. Мы столкнулись с таким высоким спросом в день запуска, что даже наш магазин немножко начал плохо себя чувствовать, прилег. Мы довольно быстро смогли его поправить, все неполадки устранить и благодарны игрокам за такой проявленный интерес. Касаясь следующего года, хочу затронуть пару тем. Для начала мы сейчас уже работаем и на тест, выпустили, раздали некоторым супертестерам колесную технику. Это новая ветка с абсолютно новой механикой легких танков, французской нации в нашей игре. Некоторые супертестеры ее уже тестировали и сложилось довольно противоречивое мнение в комьюнити. Кому-то эта техника понравилась, кто-то ее считает опасной для текущего баланса в игре, кому-то эта техника очень не понравилась. Поэтому мы пришли к выводу, что готовый на беспрецедентный шаг до общих тестов, до релиза. Мы раздадим еще более тысячи этих машин нашему сообществу, топовым кланам, лидерам мнений. И будем вместе с ними тестировать эту технику, собирать отзывы, специально проводить опросы. И то, как выйдет эта техника, когда она выйдет и в каком виде, мы решим вместе с игроками. Потому что, конечно же, мы не будем добавлять в игру того, чего наши игроки не хотят. Также я коснусь режима линия фронта, который очень понравился игрокам в течение нашего прошлого года. Он запускался в мае на ограниченное время. И мы получили огромное количество просьб, запросов на то, чтобы мы его вернули. Конечно, мы не могли пройти мимо. И в 2019 году этот режим вернется. Он вернется на более постоянной основе. Каждый месяц, на неделю он будет запускаться. Он будет сквозным через весь год иметь в себе боевые задачи и цели полагания, которые связаны через весь год и закончатся грандиозным финальным ивентом, про который пока мы оставим информацию под завесой тайны. Но игроки, которые играют в этот тричь в течение всего года, получат возможность получить огромное количество интересных и уникальных призов и подарков. И в завершении моего выступления я хочу сказать, что я поделился с вами только частью, вершиной айсберга того, что мы готовим к 2019 году. Сегодня будет очень подробно рассказано на главной сцене про то, что ждет наших игроков. В 4 часа 15 минут я всех туда приглашаю. И также в 6 часов 10 минут у нас состоится грандиозное побоище Европа против СНГ, где мы узнаем, чьи кланы сильнее в танковом сражении. А пока всем спасибо, с наступающими праздниками и отличного ВГ-феста. А я хочу пригласить вас в сцену, наших друзей, замечательных танки.